Друзья, вчера было 40 градусов на солнце, а ночью полнолуние, поэтому это был идеальный день для монтажа. Это означает, что я завершил съемку и время поговорить про мой мобильный сетап. Какие были плюсы, какие были минусы, недочеты, чтобы я исправил и что в итоге получилось. Это Sony Alpha 5100, это экшн-камера X3000 Sony, Field Recorder Zoom F1. Что еще? Я с собой ввожу палетку, это Color Checker. Дополнительные батарейки, по 3 на каждый девайс, и мне двух пальчиковых батареек хватило на все дни смены. А получилось больше 100 гигов сырых данных. Это и 4К, и Full HD на две камеры Sony. Ну и соответственно, аудио. Итак, с какими основными трудностями я встретился? Первое, это температура. У меня перекрылась камера. Замечательно. То есть, вчера было плюс 40 на солнце. Это говорит о том, что камера работает буквально 5-10 минут и перегревается. То есть, по факту я боролся с перегревом, с питанием и с лимитом по записи. Ну, вы знаете, от перегрева нас может защитить первое, это даме батареи. То есть, когда мы меняем встроенную батарею на внешнюю, от USB или от 220, переходник. Потому что, когда питание происходит от штатной батареи, перегрев происходит намного быстрее. Также запись. Запись была на карту, потому что со мной не было никаких видеорекордеров. И это также нагревает камеру. Открыть все лючки, что называется. То есть, открыть лючок для батареи, открыть экран, открыть вспышку. И максимально стараться камеру не ставить на солнце. Меня очень порадовал филд-рекордер от Zoom F1. Во-первых, я его запитал новыми батарейками. И они обозначены как специально батарейки для техники. И действительно, все интервью, все подводки под видео. И вот на данный момент у меня 100% зарядка батареи. То есть, это железобетонная штука. У нее прикручивается петличка, она отлично работает. Защищенный корпус, металлические полозья. Единственное уязвимое место, я не знаю, почему они так сделали, это крепление крышки для батареек. Оно настолько слабое, что, во-первых, оно ломается от любого незначительного нажатия. Ну, у меня оно тоже так же сломано. И, во-вторых, это слабое место может привести к тому, что в любой момент может отойти контакт батареек и перекратиться запись. Поэтому приходится постоянно мониторить, как происходит запись. Но я нашел решение. И это решение цельнометаллическое. Я добавил сюда специальное крепление, специальный держатель, который на 100% закрепляет крышку держателя батареек. Штативы. В этот раз я решил сэкономить на весе. То есть, я взял самые легкие два штатива, и они меня подвели. Я взял суперлегкий штатив, который, в принципе, кроме веса никаких плюсов нет. То есть, он недостаточен по высоте, он хлипкий, он поломался. И крепление не видеоголовка, а с ним просто очень тяжело работать. Соответственно, ты тратишь время, силы, и вот этот плюс от того, что он легче, никак не работает. Второе – это крепление паук для экшн-камеры. То есть, здесь вот эти вот ноги, которые являются такой толстой, ноги из толстой проволоки. В принципе, очень удобно, но он был модифицирован. То есть, первое – я заменил головку. Я поставил видеоголовку, которая позволяет мне абсолютно управлять наклонами камер, всеми углами, а также очень быстрый съем и крепление камеры. Это отличная головка, которая встала на вот этого краба, но краб абсолютно ненадежный. То есть, он поломался буквально сразу. То есть, крепление ног на вот этих шарнирах, скажем так, ну, соответственно, отломалось моментально. Но его можно крепить где угодно, он держит, в принципе, хорошо. И если, вот видите, небольшой лайфхак из армированного скотча, вопрос решал. Но он тоже идет под замену. Обычно интервью я пишу минимум на четыре камеры. То есть, это средний крупный план на собеседника и на себя. В данном случае у меня было всего две камеры, поэтому средний или общий план, а также крупный план у меня был только на собеседника. И я в кадр как бы не попадал. Поэтому я сделал формат интервью, знаете, как вот от собеседника. Данные я храню на SSD-шках от Samsung T5 на 250 гигов и на терабайт. И, в принципе, они себя оправдали полностью. Что еще? Первый раз я с собой ввожу палетку. Это Color Checker, который позволит мне на посте сделать цветокоррекцию. В итоге, какие выводы бы я сделал? И что я бы изменил в своем сетапе? Скорее всего, я еще поищу дополнительный объектив, фикс и более широкий угол. Почему? Хочется держать камеру ближе. Хочется держать камеру ближе. Хочется... Так как у меня нету филд-монитора с собой, соответственно, на этот экранчик я отдаленно вижу. Иногда бывает расфокус, иногда бывает переключение фокуса быстро. И ты это все уже наблюдаешь на посте. Дальше я проработаю еще раз со звуком. Возможно, это будет второй филд-рекордер. Мне он очень понравился. И, не знаю, да, мы можем записывать на переходник на разные каналы, но тогда у вас длина петлички должна быть соответствующая. Ты не можешь выбрать дистанцию, ты ограничен на этой дистанции. Что еще? Штативы. Да, это должен быть только профессиональный штатив с видеоголовкой. Или даже просто вот с такой головкой. Но, потому что камера А5-100 довольно легкая, этой головки может быть достаточно. Краба нужно под замену. Обязательно обратить внимание на крепление этих самых ног. И что еще, наверное, фильтры, ND-фильтры. Я вам скажу, что здесь такой пересвет по солнцу, что я словил вот эти проблемы прямо с первого момента. Без фильтра снимать вообще невозможно. На объектив 1.8, на открытой диафрагме, для того, чтобы все-таки фон был более-менее размытый и так далее, без фильтра вообще никак. Я думаю, этот сетап справился со своей работой. Посмотрим, что у нас получится на финальном монтаже. Смотрите тизер. Тизер был снят на две камеры. В основном я делал акцент все-таки на объектив, потому что картинка более приятная глазу, на мой взгляд. Снимал с рук, снимал со штатива. Динамически регулировал ND-фильтр, потому что при изменении освещения приходилось ловить этот момент, чтобы не схватить пересветы. Ну, в принципе, вот так вот. Да, друзья, удачи! Ну, ну, ладно!